Здравствуйте! Это Дмитрий Книга и новости Ленинского района. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Продолжаются публичные слушания по объединению поселений Ленинского района в городской округ. Ни одна льгота не будет отменена. Однозначно. Внеплановая проверка газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Если в квартиру не попали, оставляем визитки. Во дворце спорта «Видное» состоялось юбилейное 10-е открытое первенство Ленинского района по спортивным танцам. Судетских критерий, конечно, очень много. Судьи стараются быть строгими, но, конечно, очень объективными. В жилом комплексе Бутова парк состоялись публичные слушания по вопросу объединения территорий поселений муниципалитета в городской округ. Глава Ленинского района Валерий Венцель встретился с местными жителями. Вопрос объединений вызвал большой ажиотаж среди людей. В актовом зале Бутовской школы номер один не было свободных мест. Каждый вопрос, который касается населения, общественности, я считаю, власть обязана советоваться с людьми. Валерий Венцель уверен, что благодаря объединению поселений произойдет значительный прорыв в развитии всего муниципалитета. Единое управление территорией повысит эффективность работы власти, а значит улучшится качество жизни людей в целом. «Люди, которые независимо от того, в каком населенном пункте проживают, тоже имеют право на благоустроенную территорию, имеют право на хорошие дороги, на тот же самый ямочный ремонт, на те же самые ремонты в подъезде и все те программы, которые реализуются на территории Московской области и на территории Российской Федерации». Жители беспокоили вопросы в школ, больниц, дорог, застройки территорий, а также изменение размера налогов и сохранение льгот. Глава спокойно и четко ответил на все затронутые темы. «Ни одна льгота не будет отменена. Однозначно». Перед началом публичного голосования многие, как Татьяна Полякова, смогли лично высказаться по поводу объединения территорий муниципалитета в городской округ. «Я за объединение, потому что в силу опыта, который позволяет мне иметь собственное суждение, я всю жизнь проработала на благо района. Я вижу, какая форма более эффективна при формировании той или иной структуры». Конечно, были и те, кто оказался против или воздержался от ответа. Но в ходе голосования, по подсчетам комиссии, большинство жителей поселения Булатниковская поддержали инициативу. Сейчас во всем муниципалитете ведется внеплановая проверка газового оборудования в жилых домах с целью выявления утечек и неисправностей. Проводит ее специальная комиссия при главе Ленинского района. Наша съемочная группа поучаствовала в такой проверке в сельском поселении Булатниковская. По постановлению главы Ленинского района в муниципалитете проводится внеплановая проверка состояния. Внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Обычно дежурные проверки проходят раз в год. Но в связи с участившимися несчастными случаями взрывов бытового газа в жилых домах на территории нашей страны, комиссия по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Московской области инициировала дополнительные осмотры. Проверяем в основном в рамках муниципального контроля квартиры, которые требуют к себе повышенного внимания. То есть информация была собрана от председателей советов многоквартирных домов, от глав поселений, от активных жителей. Всего комиссия должна проверить 504 дома, в том числе этот, номер один в поселке Измайлово. На настоящий момент осмотр уже был проведен в поселениях Горки-Ленинский, Развилковское и в совхозе имени Ленина. Сотрудники службы заранее извещают жителей домов, развешивая объявления на информационных стендах. Если в квартиру не попали, оставляем визитки для того, чтобы жители в удобное для них время созвонились, позвали слесаря, то есть договорились к определенному времени. Это нормальная практика. С помощью специальных приборов трубы и газовые плиты проверяются на предмет герметичности. Если существует утечка, датчик это сразу зафиксирует. «Здесь всё чисто. Проверяется утечка. Проверяется духовка». После каждой проверки жильцу вручается инструкция по безопасной эксплуатации газового оборудования. Там указаны контактные телефоны служб и описаны действия жителей, которые те должны предпринять в случае, если почувствовали запах газа. Люди к таким проверкам относятся с пониманием. «Это очень даже правильно и лучше, чем когда вообще ничего не производят и не знают, как там что происходит, что у людей вообще, что за плиты стоят, есть ли утечки, нет ли утечек. То есть это я считаю, что правильно». Внеплановый осмотр должен завершиться до конца месяца. Все результаты будут отправлены в Министерство ЖКХ Московской области. Дмитрий Книга, Александр Будников, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сегодня в гости мы пригласили Андрея Асеева, главного инженера Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается Ваша организация? Наша организация занимается теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением на территории Ленинского муниципального района. Представлены двумя службами – это теплосеть и водоканал на текущий момент. Мы сейчас работаем на территории шести поселений Ленинского муниципального района. Большая часть котельных, тепловых пунктов, водозаборных узлов, очистных сооружений находится в нашем ведении. Сейчас ведем активную работу в связи с увеличением площадей, в том числе городское поселение Видное уже выбралось из-за своей границы и расширяется на территории Горок Ленинских. В связи с увеличением количества жителей, в том числе, существуют ли какие-то проблемы, стоящие перед руководством в данный момент? Да. Одна из серьезных проблем, которая сейчас стоит – это платежная дисциплина. У нас много задач, и, к сожалению, это очень сильно мешает работе предприятия. Проблема не только по нашему муниципальному району, она, в принципе, по России. За 2018 год долги за ЖКХ жителей были порядка 1,4 триллиона рублей. Долги по Ленинскому муниципальному району за поставленные ресурсы приближаются к 1 миллиарду рублей. Соответственно, Винденская ПТО ГХ здесь становится заложником ситуации, поскольку необходимо оплачивать счета и за поставленный газ, и за электроэнергию. Если не произойдет решение этой проблемы, просто ПТО ГХ может быть уже ограничена от ресурсов. И в этом случае мы не сможем подать ресурсы жителям. Также, пользуясь случаем, Вы сейчас прямо можете обратиться к нашим жителям с предложением все-таки погасить долги. Да, спасибо. Уважаемые жители, попрошу обратить внимание на столь значимый вопрос, как оплата поставленных ресурсов. Без данной оплаты мы рискуем быть полностью отключены от газа, от электроснабжения. Мы сделаем все возможное для того, чтобы в Ваших квартирах было всегда тепло, и всегда у Вас из крана текла свежая вода. Ну, надеемся, эта проблема будет решена. А если все-таки смотреть в будущее, какие основные цели и задачи Вы ставите перед собой? На ближайшую перспективу мы планируем, в первую очередь, провести подготовку к новому отопительному периоду. А в глобальном плане мы продолжаем работу по развитию сетей в Ленинском муниципальном районе. Мы планируем в ближайшее время запуск новой главной конвенционной осознанной станции, которая сейчас находится в режиме пуской наладки. Взаимодействуем с Мосводоканалом по обеспечению Ленинского муниципального района, как городского поселения видны, развилки и прочих поселений чистой, свежей водой. Может быть, в перспективе перейдем полностью на Московскую воду. Мы планируем строительство также сетей в сельском поселении Молоковское и развитие системы теплоснабжения города Видное. Большое спасибо за ценную информацию. Я думаю, она окажется полезной для наших телезрителей. А я напомню, что мы общались с главным инженером Видновского ПТО ГХ Андреем Асеевым. Сегодня в рубрике «Мобильный репортер» мы покажем видеокадры с отчетного концерта досугого центра «Юность». Впервые он проходил в отреставрированном доме культуры поселка Петровское. Долгие годы гарнизонный дом офицеров был в запустении, но после капитального ремонта в нем снова бурлит жизнь и выступают местные звездочки. Творческий отчет – одно из ярких событий городского поселения Горки-Ленинские. Взволнованы преподаватели и родители, а дети, наоборот, сосредоточены и ответственны. Да и не беда, если закружился, да и упал в танцы. Зал очень приветлив. Зрители с восторгом принимают каждый концертный номер, отбивают ритм в такт музыки и подпевают, услышав знакомые мелодии. На одной сцене выступают как воспитанники досугового центра, так и их наставники. В этой творческой семье занимают почетное место члены хорового коллектива поселения. От всей души это не только название хора, но и характеристика исполнения любой песни из репертуара коллектива. Но сегодня все старались показать самые лучшие свои номера. От этого концерт получился ярким и очень эмоциональным. Всего четыре месяца, как существует этот дом, и уже вы показали такие потрясающие результаты. У меня столько эмоций, даже голос дрожит. Руководство центра «Юность» приглашает всех, кто хотел бы раскрыть свой талант. Двери нового дома культуры всегда гостеприимно распахнуты для творческих людей. Большой праздник красоты и изящества прошел во дворце «Спортовидное». Порядка 1200 участников из разных городов страны съехались на юбилейное 10-е открытое первенство Ленинского района по спортивным танцам. Главным организатором выступил танцевально-спортивный клуб «Звездный вальс». Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии мероприятия и понаблюдала за танцевальными парами. До начала танцевальных соревнований остаются считанные минуты. Еще есть возможность немножко поволноваться, поправить прическу и чуть-чуть подрепетировать. Ведь выйдя на паркет, такой возможности у участников уже не будет. Началось мероприятие с парада участников, в которых честовали почетные гости министр экономики и финансов Московской области Елена Муфтиярова и министр спорта Московской области Роман Терешков. Я вас всех поздравляю с праздником. Сегодня у нас 10-й юбилейный турнир. Я рад вас всех приветствовать. Спортсмены, судьи, родители, гости, группа поддержки, все те, кто болеют и живут танцевальным спортом. Соревнования проводились одновременно на двух площадках, по периметру которых расположились члены судейской коллегии. Более 60 человек высокого уровня танцевального мастерства съехались из разных уголков Москвы и Подмосковья, чтобы оценивать выступления танцевальных пар. Судейских критерий, конечно, очень много. Судьи стараются быть строгими, но, конечно, очень объективными. Оценивается музыкальное исполнение, техническая сторона, артистизм. Все участники имеют спортивные разряды и классы. Судьи также учитывают это при оценке танцевальных пар. Воспитанники клуба «Звездный вальс» Мария Милина и Алексей Лисенков не выказали ни малейшего волнения, выходя на паркет и показали отличное умение во всех заданных программах. Хотя есть у каждого любимые. Чача и самбо. Мне больше всего нравится, потому что, мне кажется, они легче всего. Глядя на внешний вид участников, особенно представительниц прекрасного пола, поражающихся невероятно красивым платьем и прическом. Когда ты танцуешь на паркете, внимание привлекают костюмы, их цвета, так, как они смотрятся. Костюмы также убирают недостатки и подчеркивают достоинство. Часом позже в Малом зале Дворца спорта торжественно открылись соревнования по спортивным танцам для самых маленьких. Тех, кто только начинает осваивать сложные премудрости хореографического искусства. Каждому участнику преподнесли в подарок мягкую игрушку и сладкий леденец в виде символа клуба «Звездный вальс», которым многие сразу и подкрепились. Люберчанка Даша Ботина, восседая на папиных плечах, внимательно наблюдала за другими участниками соревнований. «Скажи, а вот за что ты любишь танцы?» «Я почувствовала, что у меня к этому талант есть». «Талант у нее есть, и она рвется к победе, и сегодня мы это покажем». За годы проведения первенства правила организации постоянно менялись. Если раньше это были хореографические соревнования, то теперь спортивные. «Наш вид спорта стал спортом, и это теперь называется танцевальный спорт. Разница, конечно, существенная. Мы раньше организовывали все в полдня, это было таким камерным больше даже. А сейчас у нас очень много судей и пар со всей страны». Показать свои способности и талант хотели все участники первенства, сосредотачиваясь во время выступления на самом главном и становясь с партнером единым целым. «Открытое первенство Ленинского района по спортивным бальным танцам продолжалось до позднего вечера. Шутка ли сказать, более 1200 человек из разных уголков нашей страны изъявили желание принять участие в этом поистине празднике красоты и грации. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева, Видное ТВ». И о погоде. В четверг ожидается переменная облачность днем до плюс 24, ночью плюс 12, возможен небольшой дождь, ветер северный 2 метра в секунду. На сегодня это все новости. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова